Кирилл Самойло 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 Ну и одна замена у нас как раз из обороны в атаку. Не защищается Денис Афонин. В центре обороны два номинальных линейных Александр Ермаков и Павел Андреев. Дальше мы видим полусредних стартового состава Михаил Виноградов. Он вторым защищается, соответственно, на дальней бровке. А на краю ближним Дмитрий Киселев правый полусредний. Ну и края задействованы, естественно, уже отличившиеся Шишкарев и Сергей Николаенков на левом краю. Ну ответ белорусов это Андрей Юринок. Один из самых опытных в нынешнем белорусском составе. Хорошая стяжка получилась у белорусов. Ну а Юринок очень сильный левый крайний. Причем у Андрея рост метр девяносто шесть сантиметров. Что довольно редкий случай для игрока этого амплуа. Ну давайте о белорусском составе скажем. Их капитан выделяется тоже и статьей и мощью. 74 номер Вячеслав Бохан. Человек, который в последний сезон очень здорово себя зарекомендовал в клубном европейском гонболе. Ну и конечно же фигура Владислава Кулеша. Совсем недавно еще он вместе с корольком выступал за тот самый польский Виви Кельце под руководством таланта Дуйшибаева. А нынче он игрок клуба немецкой бундеслиги Ганноллер. Артем Кулак это представитель российской суперлеги. Он играет за чехских медведей. Соответственно прекрасно знает большинство играющих сегодня соперников. И срывает свой бросок Артем Кулак. Ну здесь важно, что сейчас два центральных защитника от состава изборной России великолепно знают Артема Кулака. Вот почему он смазал бросок. Вроде бы и ситуация была неплохая. Ну мяч улетел выше ворот. Ну и давай состав наших. Сергей Николаенков. Левый край, не справа. Данил Шишкарев мы его же называли. Задняя линия Михаила Виноградов, Афонин и Дмитрий Киселев. В линии Александр Ермаков. Да, Дмитрий Киселев. Интересные детали. Изначально не значился в числе приглашенных на сбор. Но из-за того, что восстанавливаться пришлось Никите Каменеву, другому правому полусреднему Киселев был довызван в состав команды. Неправильный заслон. У нас здорово сыграл Михаил Виноградов. Именно он отправил второй мяч в сетку белорусских ворот. Новый Виноградов. Но арбитры показывают, что ничего не было. И вот этим, по-моему, они смутили защитников белорусской команды. И они просто наблюдали за тем, как мяч медленно отскакивает в руки Сергею Николаенкову. Сергей Николаенков. Первый выбор на позиции левого крайнего. Представитель ЦСКА. И удивительно, на самом деле, вот все последние годы такого не было. Отсутствует в сборной Романа Астащенко. Всегдашний. Повторюсь, последние сезоны основной левой крайни не только чехских медведей, но и национальный сбор. Ну, я разговаривал с Вильмиром Петковичем. Здорово играет Артем Кулак. Прорезал и забросил. Ну, и он сказал, что я, наблюдая за всеми парнями, и мне нужно посмотреть сейчас, пользуясь вот той ситуацией, которая сложилась, как можно больше парней. Потому что, да, смотрю за играми, смотрю внимательно. Но пока не поработаешь рука об руку, не поймешь, что из себя представляет тот или иной гонболист. Так что, я думаю, что и Роман Астащенко, он, естественно, в обойме сборной. Белорусский состав мы никак вам не представим в полном объеме. В воротах начал Иван Мороз, один из немногих легионеров нынешнего белорусского состава. Ну, и здесь нарушение правил на Денисе Афонине. Это Дмитрий Хмельков получает желтую карточку, ну, а россияне возможность исполнить первые семерик в сегодняшнем матче. Вот здорово он сменил направление своего движения к воротам. Ну, и Хмельков нарушил правило семь метров. Киселев. Да, реализует свою попытку Дмитрий Киселев. Стартовый отрезок за россиянами остается. Итак, состав белорусской команды уже отличившийся Артем Кулак. Он в розыгрыше под седьмым номером на полусредних. Опытнейший Олег Острошапкин, бывший игрок ЦСКА. Между прочим, он под девятым номером. Владислав Кулеш, номер третий на левом полусреднем, пока держится в тени. Вячеслав Бохан, 74 номер в линии, ну и края Юринок он уже также забил. И единственный номинальный правый крайний в этой заявке белорусов Евгений Никонович. Ему достается мяч после красочного сейва Виктора Киреева. Да, Вячеслав Бохан вновь получил отличную передачу от Артема Кулака. И вновь не смог отличиться. И вновь не смог, да, не смог переиграть Витю Кирееву. Кстати, Киреев прилетел 2 января на сбор. Ну, это вполне объяснимо, потому что в Бундеслиге играли. Поэтому опоздал немножко к началу сборной. А вот сейчас он не смог отразить бросок Олега Астрошапкина. Пробежка у Виноградова, но быстрого ответа у белорусов нет. Они торопиться не будут. Тут Владислав Кулеш, вот она, его знаменитая мощь. И Виктор Киреев. Третий сейв уже сегодня показывает очень хороший настрой. Ну, знает он, конечно же, Владислава Кулеша и как игрока сборной Беларуси. И изучает его буквально из тура в тур, как представителя клуба Бундеслиги. Здесь ошиблись наши ребята. И быстрый отрыв, на острие которого Олег Астрошапкин. 30-летний игрок. И нынче он выступает в чемпионате Израиля. Другие Беларуси Олег Астрошапкин, номер 9. Сравняли счет Беларусы. Две подряд, если не три даже подряд, ошибки россиян в атаках. И счет мячейный на табло по итогам 8 сыгранных минут. 8 поровну заброшенных мячей. Афонин остается в центре задней линии. Это сейчас он игрок ЦСКА. Так он воспитанник краснодарского гонбола. За Скиф играл долгое время. Затем выступал за донских казаков из Таганрога. И теперь вот он армеец Москвы. Красавец Сережа Николаенков вернулся. Успел вернуться и перехватить пас в отрыв. Там уже Никонович вроде бы должен был убегать один на один с Киреевым. А нет. Вновь атака сборной России. Афонин командует действиями своих партнеров. Ну что придумают наши. Афонин, Скрест. Стафонин, Киселев. Киселев вдоль зоны. Виноградов. Хороший пас на край. И очень надежный Иван Мороз. Не нашел лазейки для мяча Даниил Шишкарев. А передача диагональная ему была очень хороша. Ну а здесь очень здорово. Ускорился на двух шагах Владислав Кулеш. И никто уже не сумел ему помешать. Из центра по сути дела атаковал главный Глеадор этого состава белорусов. Ну и ответ быстрый. Может быть не такой яркий как у Кулеша. Но тоже результативный ответ Киселева. Ну прочувствовал ситуацию Дима Киселев. Здорово он сыграл. Ну и быстрый центр будем считать. Удается белорусам. И вот Вячеслав Бохов. Впервые белорусы выходят вперед в этом матче. Да, сумел освободиться он от опеки защитника. У белорусов так же как и у наших ребят одна замена из обороны в атаку. Уже выходили белорусы. 5-4 был счет в их пользу. Но это не столь важно. Пока замен нет в сборной России. Ну за исключением той замены, которая идет при смене игровых фаз. Ой, как хорошо и дальше. Ну создано было уже численное преимущество. Но вот лишь ценой нарушения правил удалось сорвать эту атаку белорусам. Олег Острошапкин отправится отдохнуть на скаминку запастных на 2 минуты. Наши будут атаковать в большинстве. Да, и замена. Замена одновременно происходит. Вместо капитана и основного центрального защитника Бохана выходит Николай Алехин. В меньшинстве вот такой легкий, можно сказать, оборонительный состав у белорусов в центре. Остается Дмитрий Хмельков. Можно его называть в системе координат сборной Беларуси специализирующимся именно на защите игроком. Ну а с двух сторон от него Андрей Юринок и вот вышедший Алехин. Хорошо мяч гоняют россияне. Оказавшиеся на правом полусреднем Виноградов удобный пас отдает на Шишкарева. Да, действительно здорово качнули зону. Вот, смотрим. Ну и правой рукой удобно пас отдавать правши, который оказывается на позиции правого полусреднего. В данном случае это был Михаил Виноградов. Вместо Бохана в атаку в меньшинстве выходит Арсений Капаев. Один из самых молодых в этом белорусском составе. Ему 21 год всего. И что интересно представляет он не Минский СКА, не Мешков Брест. Две сильнейшие белорусские команды. А Могилевский Машеку. Да, ну Машеку он перебрался как раз из Минска, из фармклуба Минского СКА. Классно работает блок. Пожалуй, впервые в сегодняшнем матче здорово реагируют в центре обороны наши ребята. А здесь поторопился Дмитрий Киселев. Он видел, что Мороз как бы догоняет эту игровую ситуацию. И ведь успел. Прямо в ближний угол метил Дмитрий Киселев таким аккуратным броском кистью. И вот так, даже не совсем по гандбольному, сыграл Иван Мороз свою команду с ПАСМ. Да, даже не по-вратарски. Он как футболист играл просто. Мяч выбил за лицевую линию. А иначе не получилось бы у него с этим броском справиться. Да, белорусам удалось отстоять свои ворота. И, конечно же, никуда не торопясь, они развивают свою атаку в меньшинстве. Хмельков остался атаковать. Он подменяет Владислава Кулеша на левом полусреднем. А Лехин тоже очень приличный бомбардир. Но и этот бросок становится добычей Виктора Киреева. Не стал рисковать Даниил Шискарев. Ворота там были беззащитные. Но он не стал бросать. Да, и сыграл уже наверняка. Успел вернуться Мороз в рамку. И, тем не менее, мяч в сетке оказался. Да, россияне два мяча все-таки в большинстве забивают. Выходят минимально вперед. А Хмельков и Алекин на площадке остаются. Так же, как и Арсений Копаев. Вот так сразу три перестановки атакующие. Уже успел сделать Юрий Шевцов. Ну, какой же красавец Артем Кулак. Игрок чеховских медведей. И сейчас все сделал для того, чтобы Юрий Шевцов отправил на мяч в сетку раскидных ворот. Очень умно сыграл разыгрывающий белорусской команды. Павел Андреев. Два линейных сейчас у нас по переходу оказались в атаке. Что, останутся? Нет. Андреев опять меняется. И Денис Афонин возвращается на площадку. Смотрите, вот за исключением этой перестановки Афонин Андреев. Других игроков пока не подпускает. Велимир Петкович. Ну, опять же, вспомним, что у него, в отличие от коллеги, непривычные 16 игроков в обоиме. Но, пользуясь статусом товарищеского матча, россияне сегодня 20 игроков заявили на матч. Виноградов. Хорошая передача. Уже в который раз отмечаем мы ассистентские способности Михаила Виноградова. Кажется, вот на легионерских хлебах в австрийском Брегенсе он в этом компоненте здорово добавил. Три, как минимум три передачи Виноградова стали результативными. Уже здорово отобронялись нашей. Но вот не пустил и соперник сборную России на быстрый ответ. Дмитрий Камышек под 11 номером у белорусов защищается сейчас в центре. Но те, кто следит за гонбалом, знают судьбу этого парня. В 2015 году он попал в страшнейшую автокатастрофу в Таиланде. И врачи говорили, что он не то что в гонбол не сможет играть, он и ходить не будет. Тем не менее, восстановился и вновь на площадке. Здорово наши сыграли. Истилев пас на Афонина. Афонин вошел в линию. Смотрите, и там никого не было. Классная комбинация сборной России. Но мало ведь войти в линию, правда, Сергей Николаевич? Надо было еще эту позицию найти. И Афонин здорово нашел именно вот это место, где действительно зияло дыра в оборонительных построениях белорусов. Андреев Ермаков и Александр Котов появился сейчас. По всей видимости, он как раз вот близко уже к середине первого тайма сменил Дмитрия Киселева. Ну, обороняется, во-первых, Котов, наверное, все-таки понадежнее в целом, чем Киселев. Но и сыграет на позиции правого полусреднего почти наверняка. Да, ошибка простейшей ситуации. Контратака сборной России удастся или нет? Котов, Виноградов. Нет, все, белорусы вернулись к своей шестиметровой линии полным составом всей шестеркой. Ну и Саша Котов бежит на замену. Денис Афонин вместо него выходит играть в нападении. А вторая замена... Да, и идет Павел Андреев. Киселев все-таки возвращается на площадку. Пока Котов только в качестве защитника используется. Но я думаю, что свое время в атаке он тоже должен получить. Ермаков помогает раскрутить атаку команды. Виноградов в центре. Играет на Ермакова. Там на нашем линейном белорусы зафалили. Белорусов вновь. А, нет. Вот Копаев убежал. Он играет в нападении. Возвращается на площадку Бохан. Камышек остается на скамейке запасных. И замена на левом краю вместо Андрея Юренка Владислав Кривенко. Его более молодой коллега по амплуа из Минского СК. Один из самых результативных, кстати говоря, последнего времени игроков белорусской команды. Да, 23 года парню. 99-го года рождения. Афонин Киселев. И Дмитрий Санталов с мячом. Санталов вместо Виноградова, соответственно, на позиции левого полусреднего. Дмитрий Санталов, вернувшийся в Чеховские медведи, а выступал перед этим за Мешков Брест. Команду из Беларуси, соответственно. И многих из этих ребят видел воочию на площадке не раз. Классная передача в линии. Чеховская связка, да. Дима Санталов здорово сыграл. Выпрыгнул, повисел. Прочувствовал, когда можно сбросить мяч в линию. И все это прошло на ура. Александр Ермаков, да. Наверное, в нынешней обойме сборной он, конечно, линейный номер один. При этом, конечно, еще и очень умелый защитник. Не уходит с площадки Александр Ермаков. Но как он умеет забивать, как может быть полезным в атаке. Мы очень много раз убеждались за время выступления его в «Чехских медведях». Здорово еще раз работает блок. Николай Алехин смещался справа налево. С одной позиции полусреднего на другую. Но выловил его блоком. Наш защитник просто не успел увидеть, кто именно из наших это был. Кулеш. Кулеш движение тоже параллельное. Затем врывается он через Санталова на атаку. Но и здесь удается сдержать мощь белорусской атаки. Киреев здорово среагировал. Но бросок был не очень сильным. Подняты руки арбитров. Пора готовить бросок. И это сделает Никанович в итоге. И очень технично сейчас высоко поднятой рукой хлестнул где-то над головой у Виктора Киреева. Сергей Николаенко показывал арбитрам, что было движение у игрока. В итоге он очутился на Тарафлексе. Ну и позиция для Никановича в итоге получилась очень классной. Остановлена российская атака. Сначала начнет Денис Афонин. Там интересно. Николаенков занял позицию в линии. Так смотрим между первым и вторым. Где он там и останется. Нет, выдвигается Николаенков на свой край. Тем временем идет потеря мяча. И Никанович... Нет, нет, нет. Мяч не будет засчитан, конечно. Приземление четко разбирается в этой ситуации арбитры. Крубо ошибся на самом деле Санталов. Его мяч Никанович легко прочитал, перехватил. Ну а дальше Никанович обманул только самого себя. На приземление уже выбросил. И этот мяч, конечно, арбитры немедленно отменили. Ну, тоже молодой парень. Мы говорили о Кривенко на год младше. Кривенко Евгений Никанович. 22 года ему. Николаенков отыгрался, вернулся на свой край. И снова через край правый. Через Данила Шишкарева. Но и уже не в первый раз ему Морозу обыграть не удается. Здесь Кривенко. Владислав Кривенко прочувствовал контакт с Александром Котовым. Мне кажется, был готов к тому, что свистнут арбитры на пенальти. Но этого не произошло. А сам Кривенко промахнулся. Да, и немножко Юрий Шевцов, наставник белорусской сборной, повозмущался. На мой взгляд, там должны были назначить арбитры пенальти. В свете веяний новых правил. Когда защитник, который работает против крайнего игрока, делает шаг навстречу. Здесь был забавный эпизод. Пас в отрыв на Никановича, который пытался перехватить Киреев. В итоге до Никановича мяч дошел. Но он с огромным трудом его обработал. А потом, когда обернулся в сторону ворот, уже перед ним нарисовался защитник. И фолл в атаке выписали арбитры Евгению Никановичу. Афонин оставляет мяч Санталову. Снова Санталову в центре. И снова хорош Никанович в перехвате. Возможно, там была игра ногой. Но и как-то не сразу, не уверенно один из братьев Бакариных зафиксировал это как раз-таки движение. Да, в пятку. В пятку Никановичу мяч угодил. Ну а скамейка запасных белорусской сборной в данном случае возмутилась полным составом. Ребята посчитали, что игры ногой не было. Вместо Шишкарева на правом краю Дмитрий Корнев. Недавние еще партнеры по чехским медведям. Но нынче Шишкарев это уже игрок ЦСКА. Виноградов. Подняты руки арбитров. Четыре передачи у сборной России в запасе. Афонин. Да, да, да. И уже перебор. Перебор тех самых передач. И бросок уже не имел права наносить Дмитрий Киселев. Кулеш. Ой-ой-ой, как здорово сыграл Владислав Кулеш. И он возмущается, считая, что не только гол должны арбитры засчитать, но еще и на две минуты отправить игрока сборной России, в данном случае Михаила Виноградова. Точно такого же мнения и Юрий Шевцов. Обращается он, соответственно, к другому арбитру на противоположном фланге. Илья и Данил Бакарин, напомню, обслуживают сегодняшнюю встречу. Молодые совсем ребята, москвичи, если я не ошибаюсь, которых уже, ну, можно сказать, наверное, повсю готовят на перспективу стать и европейскими мастерами своего дела тоже. Сергей Болотин в розыгрыше в сборной России. Восьмой номер, вот он с мячом. И сразу за спины, да, и мяч попадает в ногу Александру Ермакову. Ну, наверное, по траектории все-таки этот сложный пас был неудачен для Ермакова. А Бохан по быстрому командному переходу белорусов очень эффективен. И, казалось бы, наши ребята ушли немного вперед. До трех мячей находило их преимущество, но сейчас снова ничья. Вячеслав Бохан, рост 2 метра 6 сантиметров. Тяжело против него защищаться. Играет он сейчас за бухарестское «Динамо». Тайм-аут Велимира Петковича. Танцевание пауза и встречаем нам на счетке шоу Багира. Тайм-аут Велимира Петковича. Играет он новостному слой очередневый пduct. Играешь? Афонис? Афонис? Что ты сказал? Твоя задача и тактика. Твоя задача и ты думаешь за нашим полу-средним. Ты думаешь за полу-средним. Они достойны. Видел, что это ноль-ноль. Давай, давай, давай! Тактику работаешь. Ты работаешь за полу-средним. Аймур. Б! Мест! Мы здесь с новым годом. А это будет шоу Вадима. Ваши аплодисменты. Использовал первый тайм-аут Вильмир Петкович. Опытнейший 66-летний специалист. Еще раз скажем, что он с марта 2020 года возглавляет сборную России. Как раз-таки в разгар пандемии принял руководство. Сборный на протяжении сезона после этого еще возглавлял столичный ЦСКА. Но совмещение не продолжил. И уже с 2021 года единоличные роли главного тренера сборной России. У нас Евгений Земин. 25-й номер. Появляется на площадке. У него был опыт уже выступления за сборную на прошлогоднем чемпионате Европы. Но все равно, наверное, можно говорить, что в сборной он только осваивается. У нас сейчас Сибирь и Дальний Восток. Женя Дзюмин начинал в Устурийске. Сережа Болотин в Красноярске. Но еще вспомнить, если Диму Санталова, которую мы уже видели в сегодняшнем матче. А Дима-то из Благовещенска сам. География эта в российском гонболе до сих пор неплохая. Да, Болотин сейчас активно поучаствовал в атаке. Но бросок в итоге Киселева удалось отразить Ивану Морозу. Быстрый переход у белорусов не получился. Они всегда на него нацелены. И появляется еще один российский легионер. Но, наверное, это не совсем такое корректное все-таки определение. Олег Луня, разыгрывающий, еще один разыгрывающий на смену Артему Кулаку. Он представляет Санкт-Петербургский «Зенит». И Олег Острошапкин идет через Киселева с Николаевым на атаку. Как там оказался Дмитрий Киселев, даже не могу сказать сходу. Но сдержать на пару Острошапкина не удалось. Защита площади ворот. Сергей Николаенко пришел на помощь Дмитрию Киселеву и нарушил правила. Николай Алехин выходит со скамейки исполнять пенальти. Виктор Киреев в воротах сборной России остается. Давайте защищаемся вместе. Пошумим трибуны. Да, Алехин точен. Забивает первые пенальти белорусов в сегодняшнем матче. И вот белорусская сборная за шесть минут до конца первого тайма выходит вперед. Учащается ротация. Все больше игроков задействует Велимир Петкович. В частности, на правом полусреднем уже после долгого пребывания на площадке Дмитрия Киселева. В обороне его подменял Александр Котов. Теперь выходит Сергей Иванов под 52-м номером. Ну, Николай Энков и Ермаков без замены отпахивают пока весь первый тайм. Евгений Дземин, первый бросок. Ну, мяч от перекладины улетает не в ворота, а на трибун и в сторону трибун. Ну и Владислав Кулеш. Если он разбежится, то остановить его, на мой взгляд, просто невозможно. Невозможно. Ну, вот сейчас был эпизод из разряда «Почувствуйте разницу». Примерно так же, как и Кулеш, разогнался Дземин. Его бросок пришелся в каркас ворот, не доработал плечевым поясом. Не накрыл бросок. А вот Владислав Кулеш все сделал так, что ни у обороны, ни у Виктора Киреева в оборотах шансов не было. Иванов. Болотин. Что придумает Сергей Болотин? Выпускает он сейчас Иванова. Дземин. Против него Хмельков. Успевают, успевают по мячу работать белорусы в обороне. Пока, по крайней мере, вот в этой атаке. Дземин и вновь. Теперь уже Бохан, там Хмельков выскочил. Теперь Бохан выдвинулся на 9 метров и завязал Дземина. И снова вынуждены что-то придумывать уже в дефиците времени российские гонболисты. Выбрасывает Сергей Иванов. Выбрасывает фактически по центру, но удачно попадает между ног Сергею Морозу. Ивану Морозу. Да, впервые за долгое время сборная России отличилась. Одиннадцатый мяч долго пришлось ждать. Снова замена у белорусской команды. Выходит Олег Луня. Он уже не первый сезон в Санкт-Петербурге выступает. И там котируется очень высоко. Пока нет движения. Меняются Кулеш и Луня местами. Страшапкин. Ну, это фишка Юрия Шевцова. Кулеш занимает позицию в центре. Место разыгрывающего. Ну, и оттуда поливает. А как он умеет бросать, мы уже в этом матче увидели. Так, что там? Достается по лицу Вячеславу Бохану. Ну, и какое решение у арбитров без удаления. В итоге в полном составе сборная России остается. И показывают арбитры, что две передачи осталось у белорусов в запасе. Одна есть. Кулеш все сделает сам. Но бросок уже после свистка. Один. Один только пас. Ну, и с большей долей вероятности завершать будет Кулеш. Да, и мяч все-таки в воротах. Виктор Киреев понимал, куда будет бросать Кулеш. Но от локтя нашего голкипера мяч все-таки нырнул в ворота. Обидный мяч, конечно же, для голкипера. Здесь Кулеш еще ничего себе свою длиннющую руку протянул. И сумел перехватить мяч. И по итогам этого эпизода две минуты удаления Сергея Иванова. Да, Сергей Болотин ошибся. Слишком сблизился с защитниками. И они понимали, что иного от него ожидать не стоит. Только вот пас вправо. Так, а о чем там Петкович с Хмельковым разговаривает? Сейчас у нас есть все возможности показать силу нашего голкипера. А почему пенальти, Сергей Николаевич? Мне кажется, требуется разъяснение. Ты знаешь, я смотрел на Петковича. Ну, может быть, сейчас посмотрим. Повтор. Но, может быть, 7 метров выписано из-за того, что должен был один в один выйти после перехвата Кулеш. И, собственно, это и компенсировалось 7 метровым. Да, если бы были пустые ворота, то да. Но, по-моему, там... А, ну да, вновь вот Киреев. Да, ты абсолютно прав. Киреев на скамейке запасных. Ворота были пустыми. Срыв явной возможности для взятия ворот. Поэтому и 7-метровый был назначен. Но если бы это было последние 30 секунд, там бы вдобавок еще и красная карточка прицепом бы шла. Хорошо прогнали россияне мяч в этом меньшинстве. Довели то Евгения Дземина, то первый свой мяч забивает представитель чехских медведей. Ну и, как уже сказал коллега, воспитывался он в Уссурийске. И оттуда попал сначала в Тольятти, да, а потом уже и в чехские медведи. Нет, и в Челябинске он был, конечно. Нет, он сначала в Челябинске, система чехских медведей, а уже потом в Челябинске. Да, да. А Вячеслав Бохан продолжает вылавливать передачи у 6-метрового рубежа. И если не бросает, то заставляет нарушить правила, как в этом эпизоде Евгения Дземина. Николай Алехин, третий пенальти и первый выход на площадку Артема Грушко. Большого спеца, надо сказать, по отражению 7-метровых бросков. На этот раз не удается голкиперу зацепить этот мяч. Николай Алехин продолжает без промаха реализовывать пенальти. Чем ближе к концу первого тайма, тем сложнее даются атаки российской команде. И возвращает на площадку Дмитрий Киселева. Велимир Беткович. Закончилось удаление Сергея Иванова. И пошла последняя минута первого тайма. Болотин показал, что Паскрестов сейчас будет выпускать Киселева. Решил сам прорваться. Не получилось. Нет, нет, просто не дают выйти на бросок по прямой Евгению Дземину. Бохан здорово. Женя сам приходит к защитникам. Можно поливать-то немножко подальше, находясь от ворот. Но это сонный бой номер в исполнении Дмитрия Киселева. И быстрое начало есть у белорусов. Но не проходит передача в линию на Бохана. Считают арбитры, что все-таки было нарушение на Хмелькове. Прежде всего успевает свой тайм-аут использовать Юрий Шевцов. 15 секунд до завершения первого тайма. Но и время на полноценную атаку будет у белорусской команды. Всего на три года Юрий Шевцов, младше Велимира Петковича. Два очень опытных наставника. С 2009 года Юрий Шевцов во главе сбора. Давай, 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 до конца. Два! Друзь! Интересные пересечения Юрия Шевцова и Велимира Петковича. Долгие годы они работали с разными командами немецкой Бундеслиги. Но это все продолжалось до тех пор, пока Шевцов не возглавил сборную Белоруссии. Как я уже сказал, это было в 2009 году. До этого он работал с Рейнскими Львами, а в то время Велимир Петкович творил историю Кёппингена, которого дважды привел к победе в клубке ЕГЭ. Мы добавили, что Юрий Шевцов олимпийский чемпион Сеула в составе сборной СССР. Бросок Владислава Кулеша пришелся в каркас. Сейчас небольшая заминка была у Виктора Киреева в этом пасе в отрыв на Евгения Дземина. И Дземин не успел выбросить до сирены. 13-15 не в пользу сборной России по итогам первой половины. Первого из двух запланированных товарищеских матчей. Россия-Беларусь в эти предрождественские дни... И замену мы видим в воротах у российской команды. Артем Грушко защищает их с первых минут второго тайма. Представитель чеховских медведей, где, казалось бы, ранжир вратарский прочерчен очень ясно. Дмитрий Павленко номер один, Артем Грушко номер два. Как правило, они так и начинают игры за клуб. Но Павленко при всем, можно сказать, правлении Велимира Петковича в сборную не зовут. А Артем Грушко здесь. И этот человек ездил уже на чемпионат Европы год назад. У него опыт уже большого турнира имеется. Пробежку зафиксировали арбитры у Михаила Виноградова. И мяч первой атаки сборной России потерян. Ну и наши начали второй тайм в следующем составе. Крайний Дмитрий Корнев справа. Никита Ильтинский слева. Задняя линия Виноградов. Сергей Иванов. Денис Афонин. И в линии по-прежнему Александр Ермаков. Белорусская атака все-таки завершается броском. Но броском неточным. Это Олег Острошавкин бросил мимо створа. Покривился и вернулся вместе с командой в оборону. Как здорово сейчас отработал Владислав Кулеш. Он встретил Сергея Иванова. И не позволил россиянам на спинах завершить свой ответный выпад. Ну и Саша Ермаков открывался под Сергея Иванова. Заткнул ему немножко вот то пространство, куда должен был Иванов бросить. Для вас не удивительно, что без замен продолжил отпахивать Александр Ермаков и после перерыва, Сергей Николаевич? Ну, здесь нужно с Петковичем разговаривать. Видимо, хочет Велимир Петкович во что бы то ни стало одержать сегодня победу. А вот, пожалуйста, какие золотые дорогие гости сегодня на матче. Ни много ни мало ассистент главного тренера Барселоны Константин Игрополо был на ваших экранах. Совсем еще недавно он возглавлял Ставропольский Виктор, который сейчас является одним из лидеров российской суперлиги. И видели бы вы, с каким теплом, даже немножко пренебрегая разминкой, в перерыве матча с ним общались его совсем еще недавние подопечные. А их сейчас в сборной немало. Это и Никита Ильтинский, и Александр Гребенкин, и Сергей Болотин. Ну и, собственно, Александр Лысенко, голкипер, который пока в матче не задействован. Сергей Иванов отличился в составе сборной России. Мяч проигрывают наши парни, и они обороняются. Состав белорусской команды Олег Астрошапин, Артем Кулак и Владислав Кулеш справа налево, такова задняя линия. Вячеслав Бохан на позиции линейного. И по-прежнему на флангах слева Андрей Юринок и справа Евгений Никанович. Бохан остается очень активным. Сразу внимание двух защитников российской команды на себя стягивает. А здесь Кулак попадает под активного Дмитрия Корнева, своего партнера по клубу, по чехским медведям. Но там одна передача, наверное, осталась. Опять все сгрудились вокруг Владислава Кулеша. И, по всей видимости, за гробость сейчас будет двухминутное удаление. Михаил Виноградов перестарался, выходя на своего оппонента. Руки арбитров были подняты. Наши понимали, что последует бросок к поворотам именно от Кулеша. Но вот неудачно сыграл Миша Виноградов в обороне большинства белорусов. Кулак подсказывает Бохану, где-то должен расположиться между вторым и третьим. Между Ивановым и Ермаковым. Линейные сейчас сборные Беларуси. А вот так растяжка не получилась. Но, тем не менее, мяч подхватил Бохан. Ну и там Грушко занял правильную позицию. Отразил этот бросок Корнев. Ох, как здорово сейчас показывает свои неординарные атлетические способности Дмитрий Корнев. В сложной ситуации здорово оттолкнулся. И в этом непростом прыжке сумел выбросить. Точно мяч в меньшинстве забивает сборная России. Сравнивает счет. А белорусы во втором тайме пока отличиться не могут. Хороший пас кулака себе за спину. И Андрей Юринок реализует, наконец, со второй попытки численное большинство. После удаления Михаила Виноградова. Двойная замена. Афонин и Дземин сейчас выйдут на площадку. Естественно, при пустых воротах. Шесть полевых у нас. Никита Ильтинский получает шанс. Этот молодой левый край выходит вместо Сергея Николаенкова. И пас как раз-таки на позицию Ильтинского. Где его уже не было. Ушел с края. 76-й номер. Да, не поняли друг друга. Не поняли друг друга. Наши парни. Ильтинский должен в определенный момент атаки с пустыми воротами бежать на замену. Что он и сделал. Но этого не увидел Евгений Дземин. Кулак вошел в линию. И это Владислав Кулеш. Узнаваемый почерк страшной по силе и точности бросок. Но вот кулак в линии он один. Показывает. Показывает Кулеш, что будет сейчас сбрасывать мяч на кулака. Но он бросает сам. Сборная России играет в полном составе. В полном составе сборная России. Артем Грушко возвращается в ворота. И все-таки сказалось это удаление, которое случилось благодаря активным действиям Владислава Кулеша. У него за первый тайм было 4 заброшенных мяча. Но он уже свой лицевой счет пополнил во втором. Но с реализацией большинства у белорусов сегодня все в полном порядке. В первую очередь это связано, на мой взгляд, с классными умными действиями Артема Кулака. У него очень интересная манера игры. И парень играет на паузе. Вот обратите внимание, дорогие друзья, кажется, что иногда он замедляет атаку. Но все это продумано. И все это отработано. Парирует еще один мяч Иван Мороз. Но мяч ушел за боковую линию. И новая фаза атаки для российской сборной. Ермаков пытается там за слоном помочь. В итоге бросок из задней линии Дениса Апонина. А перед этим показ. Показ передачи вправо. Бросок. Ну и Владислав Кулеш тут же отличается вновь. Да. Полетело у Кулеша. Не жди ничего хорошего. Так что нужно с этим что-то делать нашим ребятам. Не часто в сегодняшнем матче вот подобные вещи у наших получаются. На сей раз вышло. Вышло Павел Андреев. Быстрый центр удается разыграть нашим. А вообще с приходом Петковича, на мой взгляд, игра сборной убыстрилась. И он требует от парней бежать, бежать и бежать. Но в первом тайме это получалось довольно редко. А сейчас получилось. Как-то будет дальше. Посмотрим. Артем Кулак и широко расставленный в начальной фазе атаки полусредний. Кулеш. Кулак. Ох, как сейчас он свечку такую задирает над головами защитников. К чему готов Вячеслав Боха. Да, выловил мяч. Руки-то были внизу у Бохана. Тем не менее, он этот мяч поймал. И сохранил его для своей команды. Бросок с опорой не удается Артему Кулаку. В самом начале встречи он сорвал бросок в прыжке. Но и вот сейчас тоже так откровенно неудачно выбросил. Но это хорош Корнев. Как технично он завершает усилие партнеров. Второй мяч Дмитрия Корнева. Ох, как крутанул, а. Красивейший гол. Право окраинево чеховских медведей. Воспитанника Кунцевской гонбольной школы. Не меняется вот эта стартовая обойма второго тайма у белорусов. Но от Кулеша с кулаком, конечно, очень многое зависит в их игре. Берет на себя Астрашапкин. На подборе Бохан. И едва не разламывает каркас. Но ворота устояли, а мяч в воротах не побывал. Не удалось Жене Дзюмину вовремя отдать пас на поддерживающих атаку партнеров. Завязали его. Нужно взламывать белорусскую оборону в позиционной атаке. Перестраивается в центр Денис Афонин. Ох, какой пас с отскоком от пола на Ермакова проходит. Ермаков в обработке преуспел. И две минуты удаления сразу после клинча с одним из защитников для Дмитрия Хмелькова. Ну да, не успел Хмельков обойти линейного сборной России. В нашей большинстве Дмитрий Хмельков и Дмитрий Николаевков на скамейке запасных. Дима Николаевков, помощник Юрия Шевцова. В прошлом классный разыгрывающий, в том числе и сборная Беларуси. Ну что, теперь пришло время большинства для российской сборной. Два линейных на площадке у наших. Большая прореха между первым и вторым защитниками. И этим пользуется Сергей Иванов. Ну прореха, потому что кто-то, мы не видим, на перехват кто-то из Беларуса побежал. Хотя есть закон неписанный. В меньшинстве, когда защищаешься, лучше на перехваты не бегать. Наказали наши. Вот этим, ну сравнительно легким голом, там убойная позиция была у Сергея Иванова. Бохан, Кулеш. Кулак. Появился Санталов в обороне у российской команды. Здесь здорово, очень резко сменил направление движения Астрошапкин и бросил в ближний угол. Быстрый центр разыграть не получилось у сборной России. Да, успевают белорусы перестраиваться в оборону. Это мы видим уже как какую-то тенденцию. Иванов, Афонин. Андреев, конечно же, встраивается в линию и проходит пас опять у Афонина на Ермакова. И снова с отскоком от пола сборная Россия выходит вперед. И потихоньку, не очень сильно ускоряясь, но все-таки сборная России лучше соперника проводит начало второго тайма. Заканчивается время удаления Хмелькова. Но я думаю, что по картинке атаки мы никак это не прочувствуем. Те же шесть игроков продолжат развивать наступление. В Республике Беларусь играет в полу в составе Астрошапкин. Да, подошли к Морозу. Там Дмитрий Никуленков. Но он сидит так же, как и Валентин Бузнаков. А руководят игрой главные тренеры команд сегодня. Справляется сейчас Иванов. Нейтрализует бросковую руку Владислава Кулеша. Последний пас только у белорусов остался. И бросок выше ворот от Кулеша. Ну и я смотрю на реакцию в данном случае Саши Ермакова. По-моему, наши подзавелись слегка. Вот сейчас он так скинул руки победные. Празднуя точный бросок Владислава Кулеша. Хотя мы помним в начале второго тайма Кулеш примерно в такой же ситуации. Мяч в сетку наших ворот отправил. 40 минут нон-стопа игрового для Александра Ермакова. И, наконец, он на скамейке своей команды. А играет в линии у нас Павел Андреев. Играющий первый сезон за белорусскую команду Мешков Брест. Но во втором тайме неплохо выглядит Сергей Иванов. Мы увидели и заброшенные мячи. Сейчас он зарабатывает 7-метровый. Со скамейки запасных поднимает Дмитрий Киселев. Да, и очень технично с подкруткой он сейчас реализует 7-метровый бросок. С игры пока не очень летело сегодня у Киселева, но пенальти он реализует. На два мяча наши отрываются в счете от белорусов. Но мы видели подобное и в первом тайме. 6-0. 6-0 не меняет схему обороны своей команды Велимир Петкович. Кулак. Так что белорусская скамейка. Игроки, которые находятся на площадке, показывают, что была защита площади ворот. Но нет. Назначен только свободный 9-метровый. Кулак. Острошапкин. И снова мяч в центре у разыгрывающего белорусов. Кулак пользуется сейчас активными действиями Бохана. Разгоняется белорусская атака. Да, Бохан играл неплохо, но там очень здорово против него отработал, по-моему, Саша Котов. Не дал он поставить заслон. Он очень грамотно сыграл. Ну, честно, можно понять всю тональность и объем претензий Юрия Шевцова. Кое-где все-таки приберегают свистки в пользу российской сборной. Российский арбитр братья Бокарины. Да, неплохо с переводом бросал Евгений Дземнин, но в ворота не попало. И Бохан. Классно бежит Вячеслав Бохан в контратаку у белорусов. Он прибежал значительно раньше всех наших защитников, но они почему-то еще и про него забыли. Никто не сместился в центр. Ну, и поэтому там грех было не отдать Кулешу такую передачу. Иванов Афонин Дземина немножко отгоняет подальше от 9 метров Астрошапкин. И в итоге Денис Афонин нарушает правила в атаке. Да, у игрока фиксируют арбитры. И с ними не поспоришь на ошибся разыгрывающей российской сборной. Так, и Афонин на площадке. И что, прихватывает он персонально Владислава Кулеша? Ну, или 5-1 со смещением в сторону Кулеша сейчас. Такова оборона нашей команды. Ну, есть, есть, да, такой крен в действиях Дениса Афонина персонально под Кулеша. Астрошапкин. И здорово сейчас Сергей Иванов действует. Переключился под Кулака. Ногами подработал Сережа Иванов очень классно. А вот сейчас не удалось Денису Афонину справиться с Аркемом Кулаком. И 7 метров, и двухминутное удаление разыгрывающего сборной России. Да, и опять же, белорусы очень так горячо реагируют на эпизод. Ну, мол, наконец-то получила российская команда двойное наказание совершенно заслужено. Николай Алёхин. Три пенальти реализованы им в первом тайме. А вот здесь Грушко тот самый свое реноме укротителя пенальти подтверждает. Как же он мяч-то намертво ногами смог отразить? Ну, от левой ноги там мяч отлетел, да, он еще и правую подключил и зафиксировал. Хорош, хорош Артем Грушко. И он таким образом сохранил минимальное превосходство российской команды. Сергей Болотин. Вместо удаленного Дениса Афонина в розыгрыше. Вот он с мячом. Дземин. Иванов. Обратная передача над Дземина. И блок работает. Хороши белорусы. Не расклеились в центре. И поймали блоком бросок. Евгения Дземина. Ну, бросок на месте получил Женя мяч. И с одного шага попытался проатаковать. Не получилось. Юринок подыграл задней линии. Острошапкин. Кулеш. И кулак. Как здорово обыгрывать сейчас на встречном движении Сергея Иванова. Подстраховка Павла Андреева уже не помогла. Но не будем забывать, что в меньшинстве все-таки российская команда. Да, и вот, пожалуйста, тоже узнаваемые всеми лица в российском гонболеле. Людмила Боднива. Гландренер женской сборной. Генеральный директор федерации. Олимпийский чемпион Лев Воронин. По-прежнему пустые ворота у сборной России. Дмитрий Санталов на позиции левого полусреднего. Вот он с мячом. Ох, как здорово сейчас обыгрывает красиво Сергей Иванов. Но с его броском Иван Мороз справляется. Ну и молодец Дмитрий Корнев. Он быстрее всех разобрался в ситуации. Рванулся назад и мяч подобрал. Новое время дается на атаку нашим парням. Сразу после двухминутной паузы из-за удаления Афонин возвращается на площадку. Вот он, 72-й номер в центре. Иванов. Неплохой игровой отрезок проводит Сергей Иванов. Обыгрывает. Лезет и забивает Сергей Иванов. Проходит его атака через центр. Теперь уже наши поспели вернуться назад. Сорвали вроде бы быстрый центр в исполнении белорусов. А здесь нарушение правил у Хмелькова. В игрока. Ну, да, с позиции левого полусреднего сейчас Дмитрий Хмельков, который остался по переходу на площадке, не стал меняться. Дмитрий Хмельков допустил ошибку, позволив одному из российских игроков своих оппонентов подставиться. Санталов, Иванов, Афонин и Ермаков. Совсем недолго отдыхал Александр Ермаков. Каких-нибудь буквально 5-6 минут игровых. И он снова на площадке. Выиграть хочет Велимир Петкович. И тут совсем не об использовании всех 20 заявленных игроков речь. Тут речь о том, что принципиально победить. Несмотря на то, что матч, конечно же, исключительно дружеский. Да, там вновь вот недопонимание между Ивановым и Ермаковым. Саша под мяч рвался. И в итоге все это привело к потере мяча. Успели заткнуть дырку белорусские парни. Николай Алехин. Совсем немного у него игрового времени. Особенно в сравнении с Олегом Острошапкиным. Так, это что-то новенькое. На 10 метрах сейчас Александр Котов остановил Владислава Кулеша. Под Кулеша, безусловно, выходить нужно. Но это, естественно, чревато и передачами на переднюю линию. А там сейчас у белорусской команды вместо Бохана Дмитрий Камышек. Алехин не идет на атаку сам. Отдает ответную передачу Кулаку. Но здесь грубо, просто грубо играет против клубного партнера, между прочим, Александр Котов. Схватил его за бросковую руку. Схватил Артема Кулака. Ну и вы видите. Ну, там желтая карточка, видимо, сейчас будет предъявлена Юрию Шевцову. Так, удаление есть. Ну, в суде-то нормально эту ситуацию. Расцените и 7 метров, и 2 минуты. Ну и вдобавок ко всему еще желтая карточка. Или он раньше, чем раздался свисток арбитров, бросился к судейскому столику. Показываем то, что было нарушение правил. Владислав Кривенко. И снова Грушко второй подряд пенальти он берет. Отразил от Алехина и парировал от Кривенко. Причем оба броска наносили, пытались, я так понял, оба попасть между ног голкиперу. И не удалось им переиграть нашего стража ворот. И опять же после спасения Грушко сохранилось минимальное превосходство россиян. И меньше 10 минут до конца матча сборная России в меньшинстве атакует с пустыми воротами. Киселев вернулся на площадку. Пятый номер на позиции правого полусреднего. С мячом как раз таки еще и с видением Дмитрий Киселев. Убегал меняться сейчас за кадром Никита Ильтинский. Но возвращается он, потому что возобновляется атака сборной России. Скрест не получился у наших. Завязали Дмитрия Киселева. Предупреждают сборную России о пассиве. И Денис Афонин забрасывает. Там нарушают на нем правила. И остается раздвигающий сборной России лежать на Тарафлексе. И держится он за спину. Да, довольно жесткий такой захват со стороны Дмитрия Камышика. И неудачное падение Дениса Афонина. Надеемся, что все пошло в место и идет в последствии. Относительно недавно он восстановился. Вот очень непростой травмы. И вот вошел в обойму национальной команды. В отличие, допустим, от своего партнера по клубу Валентина Воробьева. Ты знаешь, Камышик, по-моему, не вызывался в сборную после чемпионата мира 2015 года. И удален он. Удален на две минуты Камышик. Напоминали вы нашей широкой публике о том, какая страшная история произошла с Камышиком именно в 2015 году. Ну и вот действительно возвращение в сборную для опытнейшего 32-летнего гонболиста. Теперь уже опытнейшего и прошедшего просто очень и очень сложные периоды в своей жизни. Это Артем Кулак. Он продолжает терзать оборону соперника. Причем излюбленной позиции для него стало именно вот слева полусреднего атаковать и влетать в 6-метровую зону. Да, потрясающее чувство разреженного пространства у Артема Кулака. Сборная России играет в полном составе. В полном составе сборная России. И еще минута в большинстве, потому что у белорусов длится удаление Камышка. Киселев, Афонин. Два штатных линейных сейчас в составе нашей команды. И перехват Владислава Кулеша. Но опять же, можно его понять, потому что он перехватил мяч, который тут же попал в ногу Дмитрию Киселеву. Но арбитры решили, что это не так. И с мячом сборная России осталась. И именно Киселев забивает буквально через несколько передач. Ну, это наигранная комбинация сборной России. Мы видим вот примерно такой же гол от Сергея Иванова. Но там на перехват кто-то из белорусов побежал. А здесь все четко было разыграно. И создана очень хорошая бросковая ситуация для правого полусреднего нашей команды. Кулак не уходит с площадки на протяжении всего второго тайма. Но это, если говорить про атаку, неточный бросок. Да, повезло. Просто повезло сейчас нашим. Казалось бы, мяч должен влететь в ворота, потому что никто не встретил Владислава Кулеша. Смазал он бросок свой. Плюс два у российской команды. И шанс впервые во втором тайме увеличить преимущество до трех мячей. Афонин. Киселев выманивает на себя Хмелькова. Санталов. А в линию нет продолжения у наших, но зато находит возможность отдать на Корнева сейчас. Киселев и Дмитрий Корнев впервые в сегодняшнем матче не заканчивают свою атаку, свое завершение гола. Да, очень нужный был бы гол, но не судьба. Мы включаемся в защиту. Защита! Защита! Андреев и Ермаков попробовали наши видоизменить защитные построения. Мы видели, что Афонин переключился на Кулеша. Сейчас вновь вернулись к схеме 6-0. И контратака не получилась. Так, Петкович взял тайм-аут. Хотя уже влетал, влетал там Дмитрий Станталов на рандеву с Иваном Морозом. Да, можно сказать, очевидной голевой ситуации свою команду лишил Велимир Петкович, взяв первый тайм-аут во втором тайме. 24-22. Единственное голова. Близится к развязке первая из двух товарищеских встреч в Москве. Мерятся с силами россияне и белорусы, и те, и другие. Мимо чемпионата мира, который меньше чем через неделю стартует в Польше. Матч открытия Польши-Франция в Катовице с выкупленной полностью ареной. К сожалению, весеный праздник гонгола мимо двух наших дружеских гонгольных, в том числе держав. И мимо и России, и Беларусь квалификации чемпионата Европы 24-го года, которая началась еще по осени, а весной завершится. И поэтому вот эти игры, конечно, это как глоток свежего воздуха. Игровая, редкая игровая практика международного уровня. Дмитрий Санталов просто красавец. Выкрупился он из очень сложной ситуации. Казалось бы, сейчас будет сбрасывать мяч в линию, но там всех закрыли. И он последний момент сообразил и перевел пас на правый край на Дмитрия Корнева, который на сей раз не ошибся. Плюс 3. 25-22. Пользу сборной России. Да, это, конечно, очень важное достижение. Плюс 3, когда меньше 5 минут до конца. В воротах у белорусской команды на самую концовку вышел Игорь Черников, представитель, еще один представитель российской суперлиги. Он выступает за астраханское Динамо. Вячеслав Бохан разыграет 9-ти метровый свободный. Олег Острошапкин вернулся на площадку. Девятый номер на позиции правого полусреднего. Перехват. Кулак у кулака из-под носа буквально увел мяч Павел Андреев. И реализовал выход один на один. А вот это уже можно признать досрочной победой. Наверное, понимая это, используя последний шанс, Юрий Шевцов берет тайм-аут в ответ на тайм-аут Петковича совсем еще недавний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только 7 мячей за 26 минут позволила сборная России забросить белорусов во втором тайме. Семь мячей, это, конечно, очень малый и совсем непрожиточный минимум. Ну и плюс. Еще давай отметим два отраженных сегментровых Артема Грушко. Тоже он помог команде в трудный момент. В пиковые моменты, потому что действительно оба раза, когда он парировал пенальти, всего лишь мяч преимущества сборной России было. И так, 26-22. Четыре мяча плюс для России и меньше четырех минут играть. Да, и убрал Юрий Шевцов, главного бомбардира своей команды, Владислава Кулеша. И ушел и Артем Кулак тоже. Хмельков и Луня сейчас в задней линии у белорусской команды. Дмитрий Хмельков может здорово зарядить. Это видели мы на регулярной основе в составе Минского СКАФ. Сборный, ну, как-то совсем скромно себя в плане атакующих действий ведет. Но в защите отработал, на мой взгляд, нормально. Папа у него Камеруниц. Гомбол он не начинал играть в Могилеве. И вот он бросает, и мяч от блока влетает в септу ворот Артема Грушко. Ох, откуда толкнулся. Метров, наверное, с одиннадцати. Ну, повезло здесь Хмелькову однозначно. Хорошо разогрелись. Давай, тебя дружно. Раз, два, два, два. Образ Гаэля Андуа, совсем недавнего участника чемпионата мира в составе сборной Камеруна. Ну, у него как раз российские корни и, соответственно, обучение футболу проходил он именно в России. Был таким амбассадором российского футбола на чемпионате мира совсем недавно. Но сейчас у нас две с половиной минуты остается в матче гонбольных сборных России и Беларуси. Афонин оставляет мяч Санталову. Тому не дают подняться полноценно на бросок. Санталов бросает в итоге. И от перекладины мяч попадает во вратаря. И все-таки заходит в ворота. Тем временем Камельков попадает в штангу. Контратака сборной России. Ну и правильно, да, правильно делает все Дмитрий Корнев. Показал, что будет отдавать передачу. Оставил мяч у себя. И поразил белорусские ворота. Какую паузу сделал Корнев, конечно. Просто красота. Все это наблюдать вживую было очень приятно. Но это даже до пяти мячей доводит в концовке встреча свое преимущество российская команда. Все-таки запаса прочности, прежде всего, прочности атакующей белорусам на второй тайм не хватило. Но напоминаем, что завтра в это же время в 15 часов на том же самом месте во дворце спорта Динамо, что на улице Василиса Кожаной. Повторный матч этих сборных. Дорогие друзья, приезжайте. Здесь еще интересная проходит и разминка в перерыве, работа со зрителями. Неплохие призы разыгрываются. Завтра все это будет продолжено. Последняя минута. И наверняка последняя атака российской сборной. Тут уже градус резко спал. И вот та заведенность, которую они отмечали еще, когда счет балансировал около ничейного, конечно же, уже спала. Киселев уходит в нулевой угол. Готов был и оттуда бросать, но раздался свисток. Все на ногах вместе! Россия! Киселев бросает Черников на месте. Мяч отказывается выпрыгивать от сетки обратно в площадку. На этом тратит лишние секунды галкипер сборной Беларуси. И 15 секунд есть у белорусов, чтобы попытаться результативно завершить эту встречу все-таки проигранную. Все-таки взятую во втором тайме сборной России. Напомню, что первую половину белорусов выиграли с преимуществом в два мяча. Нет! И не точный бросок, и чуть запоздалый в исполнении Олега Луни. И 28-23. Итоговый счет в пользу сборной России. Первый из двух товарищеских встреч, которые организованы в эти предрождественские дни в Москве. Как уже сказал коллега Приголовкин, завтра в то же время, в том же месте команды сойдутся вновь, чтобы снова определить сильнейшего и набраться как глотков столь редкого свежего воздуха этой международной совместной практики. Артем Шмельков, Сергей Приголовкин работали для вас. До скорых... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok